Ну что, ребят, всем привет, всем привет. Сегодня у нас необычный будет обзор, или даже это будет, скорее всего, просто разговор, и разговор будет связан непосредственно с выбором нового автомобиля. Итак, ребят, что хотел я вам рассказать? Язык заплетается, но ничего. Смотрите, ребят, что хотел. Хотел вам рассказать свою историю по поводу того, как я выбирал свою машину, и в конце вы узнаете, ну как в конце, относительно в конце вы уже узнаете, какую машину я выбрал, и узнаете почему. Ну и давайте начнем, и сегодня, на данный момент, я вот хочу начать с автомобиля новой Hyundai Santa Fe. На мой взгляд, это та машина, которая мне бы подошла очень сильно. То есть, я хочу сказать, что изначально, изначально я рассматривал именно этот вариант, именно эту покупку. И я, мне лично, этот автомобиль очень нравился, крайне, несмотря на то, что у меня всего 2 миллиона рублей, и несмотря на то, что этот автомобиль начинается именно от 1 миллиона 999 тысяч рублей. Ребят, несмотря на это, даже в минимальной версии у этого автомобиля шикарный вид, просто шикарный вид. У этого автомобиля неплохой двигатель, то есть двигатель здесь у него 2,2 объем и 2,4. 2,4 это бензиновый, по-моему, обычный атмосферный движок и дизельный, в том числе 2,2 движок. Ну, вроде как 2,2, он немножечко порезвее, поинтереснее. Но у этого автомобиля в бензине получается расход средний 9,3, а у дизеля 7, по-моему, с копейками, 7,3, то ли 7,4, что-то такое. Очень большой, очень красивый, красивый Hyundai. Мне он сначала, кстати, не понравился, сейчас я на него смотрю, вернее, я еще давно его раскусил, очень красивый, очень. Уникальная решетка радиатора, пишет, какая-то еще там непонятная шняга. В общем, не знаю. Смысл в том, что не только для себя я беру автомобиль, и не только я решаю, какой автомобиль нужно брать. На мой взгляд, это идеальный автомобиль для семьи, идеальный автомобиль, если это будет дизельный агрегат. Вот, как вы видите сейчас, 2,2, как раз вот здесь слева вы видите, 2,2 дизель, мощный и тяговитый дизельный двигатель. У него 440 ньютон-метров, насколько я правильно говорю, при очень малых оборотах. То есть, 1750 и уже это у него максимальная мощность. Ребята, это просто потрясающе. Вы только надавили педаль газа, да, акселератор, а он уже рванул вперед. Это очень круто. Посмотрите, какая у него стилистика, какой дизайн. Крайне интересный автомобиль. И, к сожалению, одному из моих родственников этот автомобиль не понравился. Я не знаю почему, но именно после того, как мы поехали по разным городам в разные автосалоны для того, чтобы посмотреть и выбрать автомобиль, первым делом мы сели именно в ту самую машину, которую и захотели, в конце концов, родственники. К сожалению, не хочу я обижать, потому что их очень сильно люблю. Не хочу обижать и просто чувствую, если я возьму именно Hyundai Santa Fe, я их очень обижу. И, к сожалению, я не могу уже говорить там с ними как-то по-другому. Ну, я имею в виду акцентировать на каких-то минусах той машины и подчеркивать плюсы этой машины. Потому что я, допустим, знаю, что этот автомобиль, допустим, Hyundai Santa Fe, новый 2018 года, он большой, он красивый. Конечно, за 2 миллиона вы не получите ни стеклянную крышу, ни экранчик, монитор классный. Но все равно, в целом, это тот же самый автомобиль и очень здоровский. И через какое-то время можно было что-то под дополнение какие-то подключить к этому автомобилю. Вот. И у него классный, допустим, сам двигатель. То есть он не ломается практически. И коробка автомат, если смотреть бензиновую версию, то она очень удачная и очень атмосферная. Как она там, гидравлическая там автоматическая коробка. Действительно, классический автомат. Это действительно очень классно. Не то, что будет в той машине, которую я уже покупаю, скорее всего, завтра. И эта машина, она действительно достойна. И я бы с огромным удовольствием взял бы этот автомобиль и получал бы наслаждение от него. Я бы получал просто огромное от него удовольствие. Ребят, к сожалению, вот, к сожалению, так случилось, что вот, ну, не могу. Вот такой вид у него изнутри. Это его интерьер. Перфорированная кожа при, конечно, дополнительных затратах. Если вы покупаете автомобиль за 2 миллиона ровно, бензиновую версию с объемом 2,4, то вы получаете, конечно, расход в городском режиме 12 с копейками, 12,6, по-моему. И также вы получаете тканевый салон, но все равно все красиво. Вот все красиво было бы так, но кроме мониторчик был бы немножко другой. Ткань другая. Вот, что еще здесь? К сожалению, 8-дюймовый, ну, это надо было искать дополнительные средства. Давайте перейдем на безопасность и посмотрим. Посмотрите, какой он действительно крутой, как круто смотрится. Очень красиво. Кстати, вот это у него просто ходовые огни, не фары, просто ходовые огни. А фары вот здесь, ближний и дальний свет. По характеристикам, ну, собственно говоря, вы сможете пойти сами, посмотреть здесь на сайте. Все очень удачно, все очень классно написано. То есть, вообще проблем нет с этим. И цветовая гамма у этого автомобиля тоже очень интересная. То есть, можно здесь конфигурировать, как вам удобно. Кстати, вот этот цвет мне нравится больше всего. Где-то здесь можно было там фигачить, крутить на 360 градусов. Ну, в общем, очень хорошие цвета, различные, очень интересные. Не знаю, синий классный, классный. Вот этот классный, да. Этот классный, ну, отличный тоже. Даже красный и то интересный смотрится интересно. Ну, если как-то там не тонировать, допустим, или что-то как-то сделать по-другому. Ну, собственно говоря, видно не судьба. И у меня не получится прикупить именно этот шикарный автомобиль, ребят. И поэтому я очень, я практически плачу. Я практически вот очень расстроен. Я хотел купить именно его. Да. Ну, ребят, вторым автомобилем я рассматривал Peugeot 3008. Это тоже шикарный по дизайну интерьера и экстерьера автомобиль. Тоже очень достойный, но на самом деле он не такой большой, как казалось. На мой взгляд, когда я в него сел, мне показалось, что этот автомобиль напоминает Ниву по своей... Ну, я в Ниве тоже никогда не сидел, но такое ощущение, как будто килька в банке, да. Килька в консервной банке. Вот примерно такое ощущение у меня было, когда я сел в этот автомобиль. У него кресло само по себе высоко, высоко стоит и вниз не опускается. С моим ростом 187 сантиметров. И крышей вот здесь вот... Как он там, этот люк, да, обзорная крыша. В общем, сам механизм занимает 5-7 сантиметров. И у меня оставалось, ну, где-то, может быть, 2 пальца. Расстояние между головой и крышей где-то в 2 пальца. И, конечно, это было крайне неуютно. Но вот то, что я видел здесь, во всяком случае, на картинке это выглядит потрясающе. Ребят, за 2 миллиона вы получаете именно такую картинку. Полностью все здесь электронное. Никаких аналогов приборов нет. Все вот именно выглядит так. То есть, очень классная графика. Просто первоклассная графика. 4, по-моему, или 6 всевозможных позиций по дизайну вот этой панели. То есть, здесь может быть минималистичный, когда вот этот нолик перейдет просто по центру и будет абсолютно черный экран. Есть режим, как он называется, навигации. Когда вот, собственно говоря, вот так вот он выглядит. То есть, вот идет карта здесь, показывает, куда ехать, что, показывает скорость, считывает у вас знаки на дороге и показывает скорость и так далее. Есть электронные, то же самое, но классические, как мы привыкли, стрелки. То есть, два круга, разметка там, километраж, да, и тахометр. Только стрелка тахометра идет в обратную сторону. Ну, и вот такой вот мониторчик. Все очень классно, ребят, на самом деле. И здесь все красиво. То есть, дизайн, но почувствовал я себя, к сожалению, в этой машине как-то очень скованно. И поэтому завтра мы уже едем покупать не эту машину. И это, конечно, печально тоже. Потому что автомобиль очень красивый, очень хороший. Я его хотел заказать именно в черном цвете. И в черном цвете он смотрится потрясающе. Ну что, ребят, как вы уже поняли, я рассматривал и Kia Sorento Prime в том числе. И Kia Sorento Prime, ребят, это тоже довольно интересный автомобиль. Я на нем катался. И вы знаете, подвеска у него потрясающая. Я не знаю, что это за автомобиль такой вот. Вот цена без скидок у него 1 миллион 674. Интересно, интересно. То, что я лично видел, этот автомобиль стоил 2 миллиона рублей 180 тысяч. И в нем была уже там крыша. В общем, смотрите, автомобиль действительно очень интересный тоже. Но мне сам дизайн автомобиля не очень, ну не то, что не очень нравится. Но как-то не мое это. Если Hyundai это мое 100%, и по стилю, и по всем параметрам, то вот этот автомобиль, это не мое. Хотя нажал я на газ и просто взлетел. Там классный движок, классный дизельный двигатель. Просто обалденный, ребят. Я кайфовал очень. Ну, то есть, хорошая машина. И едет очень мягко. И все глотает все неровности. Ну, очень классный. И такой же большой автомобиль, как и Hyundai Santa Fe новый. Ну, и на чем мы сегодня остановимся, ребят? Конечно же, вот... Та машина, к которой мы изначально пришли. Изначально приехали в город Симферополь. Сразу заехали в BMW салон. Первым делом заехали именно в BMW. И все. И на этом все. Сели просто в BMW X1. И, не знаю, очень сильно полюбился этот автомобиль моим родственникам. И просто сказали, что если я куплю Hyundai Santa Fe, то я буду на нем сам ездить. Ну, кто знает, кто разбирается в семейных отношениях, то это уже ультиматум. Здесь нужно жертвовать своими какими-то амбициями, своей какой-то радостью. Вместо того, чтобы... Ну, то есть, в честь других людей. Скорее. Не вместо, а в честь других. Для других. Жертвовать собой для того, чтобы другие были более счастливы. Вот как-то так, ребят. Как-то так. Ну и что. И получился автомобиль... Вот смотрите. Все то же самое. Только здесь, как мы видим, вот этот вот... Сейчас я не знаю, фотография откроется или нет. Да, BMW X1. Передний привод трехцилиндровый. Я, блин, рыдаю, ребят. Сейчас вот ударился по башке. Ну, как так. Трехцилиндровый движок. Трехцилиндровый передний привод. Ну, хрен с ним передний привод. Я всегда ездил на переднем приводе. Ну, как всегда. Последние 11 лет ездил на Opel VEG 3C. Тоже немецкий автомобиль. Кстати, этот автомобиль BMW X1. Тоже чисто немецкий. Проверял по Вину. Вот. Выглядит он вполне интересно. Но не вызывает у меня таких ощущений по стилю, нежели Hyundai Santa Fe. Потому что Hyundai Santa Fe это нечто новое. Это ультрасовременное. Это какой-то именно 18-й год. Это действительно какой-то стиль. А BMW это тупо консерватизм. Тупо ничего не изменилось вообще в этой машине. Ну, вот как она была там. X5, X3. Ну, там крышка немножко не так закрывается. По размерам, конечно, X1 меньше. Но все равно, ребят, как-то так. Ну, все как обычно, грубо говоря. Все у BMW, все как обычно. Разница только в мелочах. Только в каких-то мелочах. Hyundai, ну, вообще не сравнить. Да, если посмотрите. С 17-го года и 18-го года после рестайлинга. Совершенно разные машины. В данном случае, ребят, ну, какая-то непонятная штуковина у нас происходит. Ну, в общем, сели в эту машину мои родственники на заднее сидение и сказали, все, все, мы хотим только эту машину. Вот только ее и больше ничего. Если я куплю Hyundai Santa Fe, то я буду на ней ездить сам. Хотя я знаю, что, ну, скорее всего, будет так, что через какое-то время они поймут. Вот, возможно. Я делал в том, что никогда не ездил на BMW. Но если будут какие-то ошибки, или маленькая машина, она же гораздо меньше, чем Hyundai Santa Fe. Новый. Да и старый тоже. Вот. То есть, я не знаю, ребят. Я вот, если у вас есть определенное мнение, только единственное, я вас попрошу не выставлять именно свое личное мнение по поводу того, что Opel, допустим, не может быть хорошей изначально. Допустим, я лично считаю, что Opel это классная машина. И классная машина по дизайну, по стилистике, по динамике. У меня было 2,2. А сейчас я буду покупать, ребят, 136 лошадиных сил. 1,5. Бензин. Трех цилиндровый. Передний привод. Можно убиться даже. Ох, как не повезло. Вот. Ну, я не знаю, может повезет, в принципе. Но мне кажется, что динамики мне все-таки не хватит. Особенно на высоких скоростях. Порядка 160. Потому что, ну, он максимум разгоняется до 200 км в час. И я, допустим, на Opel спокойно разгонял до 245. А здесь как-то 200. Причем с натягом. Не знаю, ребят. Не знаю. Поэтому я и прошу вас, ну, напишите, пожалейте меня, что ли. Ну, даже не знаю, что и предложить. Возможно, наоборот, поддержать, сказать, что это классный автомобиль. И что действительно я должен этот автомобиль покупать с радостью, получать от него удовольствие. И просто наслаждаться тем, что он у меня есть. Именно наслаждаться. Ну, собственно говоря, на этом и все. На этом хочу закончить. Черного цвета будет. Ну, не черного цвета автомобиль, а он будет, как же он называется-то, друзья мои? Сверкающий коричневый. Твою мать. У меня когда-то, меня зовут вообще, у меня, вернее, псевдоним Дмитриус Яковлев. И посмотрев какой-то там фильм, я начал к этому псевдониму, ну, просто Дмитриус великолепный. Ну, это такой степ, но, ребят, вот то же самое и сейчас. Сверкающий коричневый. Твою дивизию. В общем, я не знаю, вот, кстати, такие кресла будут, правда, не коричневые, не красные, они будут обычные, серые. Вот этот будет гораздо меньше. Мониторчик. Я не знаю, мышка видна, не видна, надеюсь, что видна. Двух зоны климат-контроль. Робот здесь. Я не знаю, как с роботом. Кто-то говорит, что коробка здесь просто жесть. И в случае чего она стоит миллион рублей. Ребят, если коробка стоит миллион рублей, я повешусь просто тупо. Ну, это бред. Ну, в общем, как-то вот так. В общем, жесть. Если у вас есть какие-то моменты, если мнение, если кто-то, допустим, имеет такой же автомобиль, кстати, автомобиль, вот он, S-Drive 18i, вот именно такой. И если, допустим, есть варианты его чипануть, но хрен его знает, как он отразится, потому что чипование, сами понимаете, это такой вопрос очень такой сложный. Потому что, если машина рассчитана на определенную вибрацию, на определенный крутящий момент, вот, если она именно на это рассчитана, то увеличивать, я не знаю. Может быть, можно, может быть, нельзя, но читал какие-то обзоры по этому поводу, не рекомендовали. И то же самое, в принципе, мне сказали на официальном, в официальном делере BMW в Сеферополе, что, в принципе, они могут его чипануть сами, но они не особо рекомендуют это делать, наверное, тоже по тем же причинам. Так, ребят, если у вас есть какая-то информация, если у вас есть какое-то мнение, особое мнение, пожалуйста, выкладывайте его в комментариях под этим видео. Если видеоролик вам понравился, ставьте, пожалуйста, палец вверх, подписывайтесь на канал, и не забывайте нажимать на колокольчик. На этом все, друзья, всем большое спасибо за просмотр, спасибо, что были, всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok